Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем играть в сабнафтику. Вау! Вот это, конечно, здорово. Вот это они классно придумали. На горизонте земли нет, только наш вот этот вот замечательный кораблик. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем занимать лавры великого графа Кусто. Хотя нам еще у лавров, блядь, очень-очень долго, но это ладно. Так, антирадиционный костюм, свинец и сетчатое волокно. Сетчатое волокно, что это такое? Магний, смазка, сликоновая резина, сетчатое волокно. Образец водорослей. Угу, значит зря я водоросли повыкидывал, но сейчас мы их поднимаем. Наделаем сетчатое волокно. И нужна еще резина. Оп. Так, ну по идее должно быть где-то здесь, да? Оп, и поплыл наверх. С водой у меня какая-то вечная беда, но это ничего. Это не будем о плохом. 2, 4, 1 лишний. Блядь, как я его туда засунул? Давайте сожрем. О, с водой стало вообще плохо. Зря я это сделал. Минус 4 воды дает этот приготовленный херов рыб. Но мы не будем усложнять ситуацию себе же. Давайте-ка попьем. Вот, закрафтим там себе сетчатое волокно. В смысле, блядь? А вот оно. Сетчатая волокно. И еще. И теперь силиконовая резина. Там у меня, по-моему, в запасе всего одна. Или не одной. Ну да, одна есть. Надо две. Две ведь? В антирадиционный костюм нужно два свинца. А на ласты силиконовая резина. А, ну вот. Сделаем ласты и силиконовую резину. Сейчас у меня, по-моему, свинец был. Еще посмотрим. Медяха, кристалл соли, свинец. Два. Два штуки есть. Хватит этого? А то я не посмотрел, сколько там надо. Да, о. Антирадиционный костюм. Сходу ебнули, да? Что там у нас? Как оно теперь выглядит? Шлем. Перчи. Вот только ласт пока нету. Давайте-ка тогда сплаваем. К водорослям. Ой. Что-то немножко подлагало. Сплаваем к водорослям. По-моему, бумеранги хорошо... О! О, вот этот. О, во, во, во. Вот этот мне нужен. И не вздумай даже сьёбываться, мразь. Ты моя вода. А, не, подожди, это мне не пригодится. А, чтобы этих кракозябер тут не было. Ну, мы быстро. Ещё одну. Ещё одну спиздик. Всё. Четыре. Погнали. По-хорошему, надо бы ещё один баллон скрафтить. Но это ладно, это потом. А, и я могу теперь ещё скрафтить этот... Подводный глайдер. Или водный глайдер. Чё-то... Чё-то когда так оно, по-моему, звучало. Так, ресурсы. Вот она, резина. Ещё одну давай. И теперь... Нет, не инструменты, а ласты. Так. Аптечка пока. О, блин, в принципе, у меня... Есть аптечка. Давайте-ка сделаем себе воды. Воды, я сказал. Хлорка нужна. Вот это прикольно. Шесть унций. И попьём, пожалуй. Да, попить, пожрать надо бы. Очень прям. Давайте-ка займёмся ловлей рыбок. Я не помню, кто из них восстанавливает. Хорошо. Вот давайте-ка наловим, а потом посмотрим. Вот эти хери не восстанавливают. Сейчас глазиков. Что это? Это глазик? О, это новое какое-то. Этого я такого ещё не ловил. Есть. Схватил. Теперь давайте посмотрим, кто из них лучше всего подходит и для чего. Сырыми их жрать, по-моему, вообще нельзя. Ну, давайте проверим. Минус 3 к воде, 12 к еде. Минус 7 к воде, 18 к еде. Минус 5 к воде, 12 к еде. Давайте приготовленную писчу. Короче, всех приготовим. Пускай жратва будет. И теперь проверим. Плюс 3 к воде, плюс 3 к воде, плюс 5 к воде. То есть, пискуны лучше всего подходят. Ну, тогда давайте вот так, а пискуна пока оставим. Собственно. Сохранить. Так, я надеюсь, всё прекрасно сработало, всё сохранилось. Посмотрим сейчас ещё глайдер, но я не хотел бы тянуть с этим. Оборудование. Вроде так, да? Нет, это не здесь. Титан-стекло. Давайте-ка ещё один этот сделаем. Пузырь. Не пузырь, но вы поняли. А, титана нужно 4 штуки. Да говно вопрос. 3, 4. Вот, всё. Вот. Вот это уже наше дело. Катушка дайвера, то потом... Батарея, смазка, медная проволока, титан. На хер не всралась, поплыву своим ходом. Так. Где корабль? Корабль там. Поплыли. Просто мне так помнится, что там нужен только этот... Только сварочный аппарат. И закрыть его надо побыстрее. Потому что радиация распространяется. Лови, лови, лови эту хуйню. Хорошо. Он ещё одна такая хуйня. Не-не-не. Ты никуда не уходи. Ты теперь моя добыча. Тут, блядь, ещё рифы. Охуеть. Вот там что-то есть просканировать. Биореактор. Хорошо. Титан. Можно, в принципе, пока не собирать. Ой, там глубоковато, знаете ли. Давайте-ка туда лезть пока не будем. Охуеть там. Стремно, знаете ли. Я вообще в детстве очень боялся плавать. Из-за того, что не чувствовал дна. А потом я, собственно, как-то случайно с лодки упал. Вот. Ну и как-то всё получилось. Сначала на спине, но это было на море. Вот. На море, как вы знаете, легче плавать, чем на речке. Но, тем не менее. Простите меня за посторонний шум. Вот. И как-то, знаете, просто получилось. Само собой. Но когда всё-таки смотришь вот эту вот непреодолимую толщу воды. И эти страшные-страшные глубины. Страх перед этим просыпается, я думаю, у любого человека. Чё это мне дали такое? Там чё-то мне до хера всего надавали, если честно. Давайте-ка всплывём. Чё это такое? Это обломки тут всякие разные. Ну, это вроде просто металлолом. Мне нужно держаться поближе к кораблю. Но он, судя по всему, упал на мель. Хотя эта дура огромная. Просто невероятных размеров. Хера в корабль. Но это ладно. Пескуны, блядь. Хватит тут летать. Вы думаете, что я вас не ловлю, потому что... Мне не надо? Мне надо. Я просто на вас внимания не обращал. Чё это такое? О, аптечка. Охуеть. Тут ящички разбросаны. А ну-ка. Сейчас давайте-ка подышим. Оп. Так, ящики можно оставлять открытыми. Принято. А вон ещё, смотри-ка. Не, открывай, открывай. Нормально. Вот это качественно. А я переживал, что у меня воды нет. Батарейка. Охуенно. Свинец. Давайте-ка всплывём. Хлебнём воды. Блядь, я чё её выбросил? Дебил. Во. И фильтрованная вода у меня ещё отдельно есть. Вот это нормально. Так, ну давайте-ка уже поближе к кораблю. Там, по-моему, у меня есть трое суток для того, чтобы залепить это дело. Сигнал какой-то поднял. Ох ты. Ещё аптечка. Батарейка. Блин, круть. Да, тут эти ящики определённо стоит поискать. Смотрите, да их тут бесово туча. Давайте пособираем. Полезная херня в них попадается. О, уже три батарейки. Офигеть. К сожалению, эти скаты несъедобны. Или я, по крайней мере, их ловить не умею. Где-то должна... О, соль. Соль. Тут где-то должна быть дырка фюзеляжа. По крайней мере, когда я проходил, она была где-то тут сбоку. Может, это тоже рандом? Блядь, эти хух... Ну, вы поняли, о ком я, да? Не трогай меня, сука. Просто не трогай меня. Пошёл, жопа. Нахуй иди. Это оно? Да, похоже на то. Похоже на то. Вот они. Вот эти вот щели все надо залепить. Простите, со звуком небольшая херня происходит, но я не знаю, почему это. Хотя нет, вру, знаю. Скорее всего, из-за того, что жара на улице, и поэтому у меня ком греется. Вот, скорее всего, из-за этого. Ох ты, господи, боже мой. Давайте-ка я, наверное, все дырки залатаю и тогда включусь. Окей? Ну, осталось две, короче. На две можно и потерпеть, я думаю. Так. Вот одна. И вот вторая. Где-то Продолжение следует... А, вот так вот. То есть теперь радиационный фон пропадет, короче, через 3 дня, и все у нас будет в ажуре. Ну, то есть рыба вернется там вот такой вот. Ну, рыбы станет больше, по крайней мере. Я взял модуль циклопа. Это подводная лодка такая. И надо еще найти тут одну хероту. Называется она... Ах ты, сука. Как она называется-то? Или это не здесь? Не, это не тут. Ну, тогда ладно. Так. Мотылька надо еще найти. Это тоже подводная лодка, но это такой батискав. Меня пугает только то, что тут нету трупов экипажа. Экипажа. Компенсатор давления. А там че? Это вроде ничего. Блин, вот то, что ночь, это вообще печально. Как тут все высоко-то? Бля, мне показалось или что-то на меня пискнуло? А! Че это было, блядь? Смотрите! Смотрите, какая херь! Оно на меня напал... Сука, валим. Валим отсюда. Нахуй его. Аптечку забирай. Это... Это репликатор. Это по-любому репликатор. Пошел ты нахуй! Липлик! А, сука! Он меня отпиздит! Он меня отпиздит! Валим отсюда. Нахер это говно. Вроде я схватил все, что нужно. Если я что-то забыл, то... Ну и хуй с ним, как бы. Липлик, отвали от меня. Я вроде там больше ничего не увидел просто. Главное, это, по-моему, модуль циклопа как раз-таки. Ну, вернее, чертеж это циклопа. Или что бы это ни было. Вот, все, возвращаемся обратно. Сейчас уже похер. Давайте вот эти вот сигналы поснимаем, а то они нам... Ну, мне, по крайней мере, они мешают. Выжрим. Ой, блядь, не выкинем. Не выкинем, а съедим. Одну аптечку. И, как бы, пойдем обратно. Теми же путями свалим отсюда. Что, рыбка плавает, что ли? Че, ты с говно. Нет, эту рыбку словить нельзя. Блядь, она меня укусила, сука! Ты посмотри на это говно! Отвали, отвали, отвали от меня! Сука такая! Рыбка, блядь! Рыбка, нахуй! Пиздец! Нахуй такие рыбки, слышь? Маленькая рыбка! Пизданутся! Ой, все, ладно. Я уплыл. Не скучайте. Пиздец! Так, где тут? Где тут выход? Во! Все, валим отсюда. Да я слышу, слышу, там какое-то говно плавает. Но я не ссу. После этой маленькой рыбки хуже уже не будет. Хотя, кто его знает. Сейчас, блядь, краки на какого-нибудь встречу. Вот я охуею. О, еще, смотрите-ка, еще контейнеры. Давайте пособираем пока. Блин, ну батареи вообще, хоть жопой жуй. Что-то они, блядь, перестарались. Но это рандом, скорее всего. Просто я не помню, что были эти ящики, когда я играл. Может, я их просто не заметил? Но они тут повсюду разбросаны. Как их можно не заметить? Тоже какая-то такая непонятная херь. Давайте вот соль собирать. Соль, она нам пригодится в любом случае. А тут че? О, еще один ящик. Аптечка. И соль. А, в дырку нельзя влезть, сука. Ну ладно, выплывем так. Вообще тут здорово так, на самом деле. Только вот чувствуется недостаток сюжета, как в том же Форесте. Там тоже ты вроде на интересной локации. Там какой-то определенный лор должен быть у той локации. Ну, какие-нибудь даже вот херовые предпосылки, откуда там те туземцы или что-нибудь такое. И что-то там как-то совсем темно и страшно. Не люблю такие места. Не люблю, где темно и страшно. Так, вот еще соль. Место там у меня есть. Вроде пока есть. Значит, хватаем и плывем быстрее на базу. Shift, по идее, тут не работает. Поэтому буду плыть просто так. Оооо, это че за срань? Ооо, это че так? О, подожди-ка. Модификационная станция. Стыковочная шахта. Ща, 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 подожди. Ща мы всплывем, посмотрим. Блин, я на 40 метров вниз опустился, охуеть. Вот это я дурак. Надо бы катушку себе дайверскую сделать. Давайте посмотрим, реально, даже забавно. Щас реально на какого-то кракена нарвусь. Это ж, блядь, это 100%. Тут по-любому какая-то такая срань есть. Просто по-любому. Сколько тут? 60 метров уже. Вы слышали это говно? Я думаю, вы слышали это говно. Все, я не хочу знать. Че это такое? Оно шевелится. Оно, оно шевелится. Оно на меня курс берет. Твою мать. Че это такое? Блядь, блядь, быстрее. Че это такое, блядь? А давайте его просканируем. Хуй его знает. Может, оно не враждебное. Может, оно просто большое и страшное, а на самом деле оно не враждебное. Че такое-то? Рифоспин, рифоспин. Вот такая вот херь тут водится. Забавная. Ну, вроде оно не агрессивно, на самом-то деле. Но оно внушительных размеров и рычит как-то так. Ну, знаете ли, зловещий. Зловещий определенно. Я не трус, но мне ссыкотно. По сравнению с... Вот это вот и вот ту хрень, что вот там вот ползает, вот этот вот червячок. Тут, блядь, небо и земля вообще. Даже разговаривать не о чем. Хотите верьте, хотите нет, но это ерунда. Так, тут есть че просканировать? Блядь! Сука, ладно, пошутил я. Что ж, пошутить нельзя, что ли? Твою мать! Бог ты мой! Обидчивые все какие! Пиздец! Сразу жрать! Ой! Чуть не обосрался. Че меня опять схватило? Че это было, блядь? Опять, короче, 60 метров опустился. Ну... Ой, надо быстрее на базу. Ой, че-то я охуел. Ой, че-то я охуел. Всыпят мне пизды. Ой, всыпят. Буду выебываться. Вот реально всыпят. Так. Жири аптеку. Че тут еще есть? Ну, жиньте ясно, я понимаю. Ну, вроде че, просканировать я тут не вижу. А где моя капсула? Там. Хорошо. Так, вот тут эти кракозябры водятся. О-о-о-о-о-о-о! Пузырик, стой! Ты че? Ты мой запас воды. Куда ты, блядь, уплываешь? Кварц. Еще кварц. Че-то зря я заплыл в такую узенькую дырочку. Дырочка! Блядь! Сейчас как ебнет! Ого! Вот это было стрёмно, кстати. Но там зато наверняка полно пыльцы-камикадзе. Давайте-ка занырнем и проверим. Ну, а че? Вы думали, я бы остался? Не, нифига! Я не обоссался. Я... Это так и было задумано. Блядь, у меня уже все забито. Че бы это выпить? Блядь, я взял и воду выкинул. Ну, распиздяй же, ну... Так... Ну, давайте хоть одну возьмем. Че это? Пыльца-камикадзе. Взять. Они тут по отдельности, по-моему, берутся, да? Ну, ладно, все, пофиг. Одну взяли и хватит. На всякий случай. Пускай бы... Ох ты, сколько пузыриков-то, блядь! А поймать-то нельзя. Ладно, хуй с ним. Буду знать, что тут пузыриков херова туча. А как я буду знать-то? Я же, наверное, далеко-далеко от своей капсулы. А не... Вот, недалеко. Ну, ладно, запомним. Постараюсь, по крайней мере, запомнить риф этот. Вот это хороший риф, между прочим. Ой, че-то я в пейс просел. Видимо, резко башкой крутить не стоит. Гигантские коралловые плиты. Нахуй валим! Конечно, я им ничего этим... Ножом не сделаю, но... Все равно, так знаете ли. Короче, ориентир по этой трубе. Приблизи. Нихера себе, дебил. Он че там, за птицами выныривал? Фу! Так, ладно. Че нам надо? Давайте-ка выложим... Компенсатор. Батарейки. Модуль энергоэффективности циклопа. Да и пока все, в принципе. Там надо из них воды наделать, из тех же ротвы наделать. Так, давайте-ка в воду из пузыря. Ну, две воды или три воды, сколько я их там насобирал. Короче, всех, всех в воду. Три бутылки, нормально. Приготовим пескунов. Или пескуна и бумеранга. А то жрать охота. Так. Разлагающийся пескун. Вот это вот сожрем, и вот это вот сожрем. А вот этот вот пескун отправляется, судя по всему, на дно. Пошел нахуй, пескун. Ты не прикольный. Так, теперь... Попьем водички. Ну, я думаю, пока достаточно. И посмотрим... Там шкафчики, по-моему, можно было крафтить. Генератор течения, радиомаяк, глайдер. Три титана надо. Грависфера. Искусственная гравитация притягивает себе легкие предметы. Не знаю, нахуй оно надо. Но наверняка какая-то полезная херня. Нужно три кусочка титана. Вот это непроницаемый шкафчик. Давайте-ка всплывем и где-нибудь... Так, а где он вообще? Погоди. А где этот шкафчик-то, блядь? Тут его нет. В смысле, блядь? Подожди, где шкафчик? Я что, его всрал, что ли? Или он не скрафтился? Питательный батончик, вода. Куда делся мой ящичек, япона мать? Это всего лишь сумка. Сумка для багажа. Вот, я ее поставил, допустим, да? Вот она есть. Ее можно только взять, короче. И больше ни хера с ней сделать нельзя. Так, ладно, хер с ним. Будем считать, что она просто не построилась. Забаговала. Надо там мне че? Или я его не построил? Давайте-ка проверим. Ну, давайте еще раз просто. Инвентарь полон. А, освободите место. А, вон она. Смотрите-ка. Вот это вот оно, да? Ну, давайте сюда вкинем всю соль. Вот эти вот сигналы полезные дохуя, да? Ну, и пока все. Отсюда мы сейчас заберем весь кварц, всю медяху. И будем складывать туда. Так, вот это вот еще сюда. Вот эти вот сигналы заберем, пожалуй, сюда. Положим... Ой, пардон. Положим сюда весь кварц и медяху. Блядь. Ладно, а че он не ставится? А может его можно прям тут где-то кинуть, а? А вот, его можно прям так. Ну, вот и нормально. Сюда вот всю медяху закинем. Давайте прям еще тот заберем. Вообще же нормальная тема. Оп. А че, я его прям в капсуле кину? Надеюсь, он не забагуется. Вот. Он открылся. Все, порядочек. Так. Походу, мою капсулу из-за них перекосоебило. Сейчас проверим. Да, мою капсулу немножко перекосоебило. Из-за этих шкафчиков. Ну, ебью, мать. Так. Так давайте один возьмем и кинем просто на эту сторону. Вот это тут какой-то потяжелее. Оп. Нормально? Нормально. Так. И просто сюда выкинем вот эти вот приколы. Пыльца камикадзе, между прочим. Простите. Голосок пропадает. И вроде как бы все. Сейчас вот еще только аптечечку возьмем. Одну халявную. Посмотрим, че еще можно скрафтить. Радиомаяк. Кислородный баллон ласта есть. Сетчатое волокно и серебряная руда. Для удержания, перерабатывания, повторное использование влаги тела. Ну, то есть, я так понял, это костюм получше. Ребризер. На больших глубинах. Качает воздух с поверхности. Это какая-то прикольная хуйня. Так, а по инструментам че надо? Катушка дайвера. Да вы исследуете что-то. Воздушный пузырь, сигнальная ракета. Компьютерный чип и батарея. Вот лазерный резак тоже какая-то забавная. Открывает вещи, разрезая их. Интересная херня. Ну, от строителя, наверное, надо. Компьютерный чип и батарея. Давайте-ка посмотрим, с чего это все делается. Так, батарея у меня есть. А вот компьютерный чип. Серебряная руда 1, образец коралловой плиты 2 и кварц. Я думаю, прям сейчас мы этим и займемся. Два образца коралловой плиты. Вот это вот оно, по-моему, да? Ну, взял почему-то 3. Ну, вот так вот просто сделаем. Образец коралловой плиты. Кварц. И что-то еще. Забыл, что. Чип. Где он? Серебряная руда, образец коралловой плиты. В смысле? Я же взял. У меня же они есть. Образец обычного коралла. А-а-а! Это обычный коралл. Вон оно как. И серебряная руда у меня всего лишь одна. Ну да ладно. Пойдем тогда поищем. Что это за плита такая? Особенная. Образец коралловой плиты. Во, коралловая плита. Э-э-э, ты куда? Куда-куда-куда? Стой. Вот это вот, наверное, то, что мне нужно. Что это? А, сумка. Тьфу. Я думал, что-то важное. Так. Компьютерный чип. Короче, интеловский процессор какой-то старый запилили. Нормально. И батарейка. Ну батареек у меня херовая туча. Поэтому... Переживать не стоит. Определенно. Ну вот, вроде все. Как это работает. Пошли по тестам. Насколько я помню, базу можно... А, вот это вот можно просканировать. Оно мне уже даже говорит, что можно сканировать. Прикольно. Я этого не замечал раньше. Вот это вот можно просканировать. Вообще забавно. Ну это можно потом все почитать. Так. Сканировать мы это пока не будем. Давайте-ка потестим строителя. Так. Нужно 4 титана. Для одной этой херни. Для фундамента. Так, 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 так. Ты никуда не уходи, знаешь ли. Я тебя на воду пущу. Так. В смысле? В чем дело? Эх, по кнопкам не попадаю, бывает. Так, давайте заберем весь титан имеющийся. И титана у меня немного почему-то. Я думал, будет больше. Ну это ладно, я знаю, где куча металлолома, поэтому... Воды забыл попить. Так, а где я хотел строиться? Где-то вот там вот. На возвышенности вроде бы. Ну да, вроде где-то здесь. Во! И теперь... Эээ... Общую комнату. Вот такую вот надо... Построить. Для этого нужно много-много титана. Короче, отправимся. На поиски металлолома. Но... Отправимся мы на поиски уже в следующей серии. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.